Музыка Привет! Сегодня хочу вам рассказать об умных китайских часах Лемфа. Лем 5 Pro. Фраза умные китайские часы уже настораживает, не правда ли? Связано это с тем, что уже десятки моделей были у меня на обзоре, а в результате хожу я с фитнес-браслетом Mi Band 2 от Xiaomi. Почему так? Сегодня будем разбираться. Начну с цены. Стоимость часов на момент обзора 126 долларов в официальном магазине на Алиэкспресс. Есть акция, кстати, в магазине Gearbest. Цена 114 долларов. Куда уж привлекательнее. Бренд я это слышу и вижу впервые, хотя это модель в топе продаваемых умных часов на Али. Больше полторы тысячи заказов и за эти деньги часы делят позицию Xiaomi Amazfit, а это показатель. Забегая вперед, скажу, что часы неплохие, но себе бы я такие не взял. Есть причины. Комплектация. Часы, магнитная зарядка, кабель, отвертка. Все стандартно. Первое впечатление. О, так это уже другое дело. Через 10 минут. Рано я начал что-то радоваться. Через полчаса. Очередные китайские умные часы с хорошим экраном, которые уже не разваливаются в руках. Итак, что мы имеем? Стальной корпус изготовленный из нержавеющей стали. Классный экран 1.39 дюйма. OLED разрешение 400 на 400. Процессор MT6580. Четырехъядерный. Два гигабайта оперативной памяти. Встроенной памяти 16 гигабайт. Операционная система занимает около 3 гигабайт. Для пользователя остается примерно 13 гигабайт. Три кнопки для управления. Ремешок похож на кожу. Защита IP55. Под дождем можно пройтись и не бояться. Сим-карта формата nanoSIM. С часов можно совершать звонки. Отправлять SMS. Кстати, связь формата 2G, 3G. Также есть GPS модуль, Wi-Fi модуль, а также можно использовать часы как 3G модем. При включении проверил обновление и, о чудо, оно было. Скачалось, установилось. Можно устанавливать приложение из Google Play Маркета. И все потому, что эти часы работают на Android. Версия 5.1. Звучит все очень даже заманчиво и хочется купить. Но есть один момент. Батарейка заявленная 450 мАч. В реальности она около 300. В этом и вся проблема. Много возможностей в часах. Но на полноценный день можно рассчитывать при очень минимальной нагрузке. Но если у вас смартфон работает как такси без остановок, во второй половине дня останется последний десяток процентов. Здесь уже все зависит от нагрузки. Я не могу сказать, что они проживут или не проживут весь день. В моем случае 5 часов и гоу на зарядку. Не мой вариант. Эмоции от использования. Здесь все хорошо и выруливает все за счет экрана. Он реально крутой. Можно поменять циферблат, подгрузить новые. А в целом это Android со стандартным наполнением. Есть шагомер, датчик измерения пульса, спорт программа и основные иконки в меню, которые вы увидите в любых часах. Свайп вверх. Открылось меню. Уровень заряда. День недели. Включение Wi-Fi и Bluetooth. Режим энергосбережения. Активация режима поднятия руки. Часы включились. Регулировка уровня подсветки. Погода. Программа очистки приложений. Свайп вниз. Открываются уведомления. Интересно то, что на часах можно пользоваться браузером. Смотреть видео, читать новости, смотреть фотки. Это все реально и даже не тормозит. А если скачать различные приложения, так вообще развлекательный центр получается. Еще один нюанс этих часов это приложение, которое не смогло даже подключиться к iOS. Хотя производитель заявляет, что должно быть все окей. По отзывам ситуация с Android смартфонами не лучшая. Подключается, но работает ужасно и бесполезно. Софт сыроват. Если взять уровень китайских умных часов, то эта модель действительно в топе. Поэтому и такие продажи. Часами можно пользоваться, от них не воняет, они не разваливаются, но они сыроваты. И здесь сами решайте, нужны они вам или нет. А я и дальше буду использовать фитнес-браслет, которому пока я не нашел достойную замену. Кстати, эти часы заряжаются за 2 часа. И это последнее, что я хотел рассказать про часы Лемфа. Ссылка на часы в описании. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok